Девятилетнюю Эльмиру Проваторову и ее тетю, 28-летнюю Кристину Новикову, в последний раз видели неделю назад. Около 8 часов вечера они шли по направлению к трассе. Девочка приехала к своей тете, сестре матери из Ульяновской области. Они отдыхали на даче недалеко от поселка Взлетный Энгельского района. Версия о том, что было совершено убийство, и дело возбуждено по убийству по части второй, это двух лиц, и в том числе малолетней. Не исключается также версия, что они уехали и не сообщают об этом. Эльмиру Проваторову и Кристину Новикову ищут водолазы, более 200 сотрудников полиции и волонтеры. Они обходят дачные массивы и опрашивают жителей. По словам знакомых, Кристина поссорилась с мужем, якобы он не дал ей воспользоваться ноутбуком. Тогда девушка рассердила, забрала ребенка и ушла. При этом документы и телефон так и остались на даче, нет только вещей девочки. Если с моим ребенком что-нибудь случится, я сама жить не буду, это 100%. И хочу обратиться к тебе, Кристина, если ты меня слышишь, видишь, мы с тобой никогда не ругались, ничего, я тебе старшая сестра была как за мать. Пожалуйста, вернись. В тот день Эльмира была одета в кофту темно-зеленого цвета, белую юбку и голубые сланцы. На вид ей 9-10 лет, рост 120-125 сантиметров. Телосложение, худощавые волосы, вьющиеся, светло-русые ниже плеч, лицо в веснушках. Над левой бровью шрам 1,5-2 сантиметра, следы от оспы на шее и животе. Ее тетя Кристина Новикова на вид 25-28 лет, рост 170 сантиметров, средние полноты, волосы ниже плеч, светло-русые, глаза зеленые. Мы должны были меняться во вторник, созванивались с ней, ну как бы не созванивались, я пыталась дозвониться, у нее телефон был недоступен. Потом мне сказали, что она с парнем поругалась, девочку взяла и ушла. По словам следователей, Кристина Новикова злоупотребляла спиртными напитками и уже не раз пропадала на неделю, а то и на две.